Всем море приветов, друзья! Я Нептун, и давайте продолжать приходить Life is Strange 2, эпизод 1. Мы тут в довольно-таки затруднительном положении оказались. То есть, один из братов, старший Шон, попал в плен в заправке. Какой-то мудила, небритый, меня поймал. Причем вообще ни за что. Ну, видимо, что он увидел наши плакаты о том, что мы что-то якобы натворили. Это мы виновны в смерти нашего бати, там, и в смерти копа. А, кстати, наш брат Даниэль, он куда-то убежал. То есть, его не поймали. Нужно отсюда вылазить, и... А что если... Вдруг с ним что-то случилось? Что тогда делать? Нет, чувак, даже не думай клеветать, все будет хорошо. Не накручивай себя. Попробуем сломать? Так, давай. Это же обычный пластик. Нет, видимо, не прокатывает. Ну-ка, дверь. Так я и думал, заперто. Сука. Интересно, можно ли сделать экран поярче? Так, погоди. Экран поярче? А-а-а. Это ждущий режим, видите? Нужно всего лишь ударить по мышке. Ну, или по столу. Мышка тогда... Подвигается, экран загорится, будет ярче. Хорошо. Ну, по идее, это так же работает, да? Давай, пидай. О-ка. Е-е-е. Уже лучше. Табличка. Так, не знаю зачем, но допустим. Похоже, он ушел. Отлично. Пынуть в полку? Да, мы уже поняли. Хе-хе-хе. Образцовы американцы, типа... О! Он здесь! Даниэль? Даниэль? Я здесь. Ты как, в порядке? Кажется, да. Этот старик гнался за мной до леса, но... Я вроде от него убежал. Он ушел? Мне очень-очень страшно. Эй, брат. Хе-хе. Ты молодец ты, чувак. Ты крут. Ты их обманул. Благодаря тебе... У нас есть шанс смыться отсюда. Да? Да. Нужно поспешить. По-моему, он вызвал копов. Думай, чувак. Попросить сорвать? Ты можешь решетку сорвать? Да. Оу. Больно. Прости, Шон. Не могу ее сдвинуть. Не боись. Я что-нибудь придумаю. Ну, копнуть полку. Грыбовый медведь. Может, медвежонком, типа, ударить? Хэнк Дорис? Прости, но твой муженек мудилы. Хэнк, подожди, Хэнк, Хэнк. А Хэнка не было случайно в Life is Strange? По-моему, Хэнк там был. Это не тот чувак, который, помните, потерял Рэйчел? Похоже, это и есть Хэнк, только постарше, да? Ну, типа, ну, в возрасте уже. Так, погоди, Хэнк. Помните Life is Strange первую часть? Там был чувак, у которого была собака еще. И в прошлом он мутил мутки с Рэйчел, а потом был такой обозленный чувак ходил. Вот, мы еще у него ключи умыкнули в его фургончике шастали. А это не этот ли Хэнк? Ну, по внешности он похож, но, правда, в той игре он был моложе, естественно. А здесь он уже, ну, может, ему лет 50, 55. Но, тем не менее, вполне возможно. То есть, получается, что Макси Колфилд, она и есть в этой игре, но ей, наверное, тоже лет 40. Там, она уже взрослая женщина. Блин. Хотя, короче. Окно кабинета. Эй, может, у тебя получится открыть заднюю дверь? Даже не знаю. Так и нет. Заперты. Ее заперли. Не открыть. А вот окно. Да, окно есть. Может, попробуешь через него залезть? Братиш, давай. Я вижу твою голову. Не получится. Тут есть неоновая вывеска. Но, тут есть вывеска. Да и что с ней могу сделать? Погоди. Кажись. Вот. Так лучше? Да, только осторожно. А то он тебя заметит. Ключи? Ну, конечно, просто так эти гребаные ключи не достать. Шон? Что происходит? Я пытаюсь выбраться нафиг отсюда. Я почти освободился, братиш. Погоди, подержись. Что мы можем сделать? Кипа газет. Читать газеты? Самое время. Я даже не хочу думать о том, что этот урод читает те же журналы, что и мои бати. О, да. Уважаемый гражданин, да? Это российское чмо? Еще и уважаемый гражданин? Ему еще грамоту дали. Да он охренел. Хэнк. Ну, это не то, что мне нужно. Попросить открыть? Окей. Видно, как он уйдет сейчас. Да. Не волнуйся. Так, что я могу сделать еще? Вот ключи, как мне взять? Окей. Дальше. Вот он показывает на... На трубу. А вот. Опора трубопровода. Как же я раньше не замечал. Ну? А, я могу ползать. Так. Так, Даниэль. Я вижу ключи. Но я не могу до них дотянуться. Может, я смогу их достать, если я отломаю эту трубу от стены? Сможешь найти для меня какой-нибудь инструмент? Я не знаю, где искать. Кажется, я видел большой напильник в мастерской. Там еще куча этих медведей. Я знаю, что ты сможешь его найти. Хорошо. Постараюсь. Давай, чувак. Я в тебя верю. А мы пока подождем. Так, он убежал. Вроде бы что-то нашел. Надо снять те гребаные наручники. О! Замечательно! Ты красавчик! Вот оно! Что надо? Молодчина, Даниэль! Так, приступим. Давай. Жму со всех сил. Ааа, давай, чувак. Я в тебя верю. Все зрители, да, верят в тебя. Молодец, братишка. Так. Сейчас мы ключики-то прикарманим. Ну-ка. Надеюсь, мне хватит размер моих ног. Ну же ты, твою мать! Так, окей. Достал. Получилось? Вот, держи. Давай. Ага, сейчас. Ну же. Да. Мне было так страшно. Твою мать. Это мудила... Тот козел ударил тебя? Да? Нет, он хотел... ...схватить меня. Но... ...я убежал. Окей. Давай срежем эту штуку поскорее. Смотри, сгодится это? То, что надо, чувак. Этот козел тебя не засек? Нет. Я невидимка? Это точно. Ладно. Хватаем мои вещи и валим отсюда. Не дергайся, пацан. Пусти меня. Что? Что он? Даниэль? Что случилось? Что... Что ты сделал? Я... Я не знаю. Я не знаю, что случилось. Все хорошо. Теперь ты в безопасности. Выбор. Украсть снаряжение или выйти. А, боже. Просто, если, допустим, я украду снаряжение, то потом они скажут копам, что мы еще и воры. Хотя, с другой стороны, эти чуваки меня держали здесь насильно. Фак, я не знаю. Я не знаю, что мне сделать. Это выбор. Может, не надо брать? Или надо? Это мудила меня закрыла и заперла в наручнике. Охренеть. Поэтому... В жопу пошли все, я буду брать у них вещи. Ах, долбанный мекс. Вы с братцем будете стегнить в тюрьме до конца жизни. Катись ты к черту, ублюдок. Что-то можно сделать? Короче, побежали. В задницу от ублюдок. Отвали нахер мудила. Даниэль, беги. Я тебя догоню. А ну, верни сюда, говнюк. Давай. Давай. Погоди. Ладно, ничего не будем красть, ну мало ли. Теперь мы хотя бы... Вы, я ничего не украли? Куда мы бежим? Шон, берегись. Сюда идем. Ну, не знаю. Опа. Чувак. Что ты здесь делаешь? Вы меня пипец как напугали. Ребят, вы целы? Ввидок у вас не ахти. Это от мудила. Заправки. Совсем охренел. Сон взял меня, связал, запер в своем кабинете. Я не вру. Чувак, можешь не продолжать, я тебе верю. Лады? Тут в лесу полно всякой хрени. Садись в машину, ты тоже. Скорее, пока он нас не поймал. Какой хороший чувак. Слушайте, а. Дай бог тебе здоровья. Фух. Это было прямо так адреналиново. Ну, а загрузочки два волка. Видите, один меньше, другой больше. Это, видимо, мы с братом. Я не знаю, этот чувак мне сразу понравился. Хороший такой персонаж. Надеюсь, он не маньяк. Чувак, обалдеть. Я-то думал, у меня сегодня херовый день. Я чувствовал, что этот тип какой-то мутный. Он что, до тебя докопался? Он хотел докопаться, но... Я купил у них целую кучу всего, чисто чтобы его позлить. Если снова решите что-нибудь стыбрить, не попадайтесь. Особенно в краю. Не отёсанного быдла. Ну, тут скорее Бигфута встретишь. Это точно. Люди здесь гораздо сильнее боятся тебя и твоего братишку. Какой-то дурдом. Ты, главное, не отчаивайся, чувак. Хорошие люди тоже повстречаются тебе на пути. Что там под пледом? Не держи на меня за дурака. Он взял щеночка. Твою мать, Даниэль, ты чё? Ты взял щеночка? Ну охренеть. Даниэль. Что? Мы спасли её, мы герои. Да уж. Похоже, что так. Ну... Как мы её назовём? Ну... Твоя собака. Тебе решать. О, круто! Сейчас подумаю. Может... Грибочек? Она реально похожа на гриб? Хе-хе-хе. Но это даже не имя, чувак. Но... Мне оно нравится. И ты сказал сам, что я должен решить. Ладно, ладно. Твоя взяла. Но ты сам его выбрал. О, ура! Спасибо, братишка. Видишь, Грибочек? У тебя теперь самое классное имя в мире. Круто! Я стал свидетелем исторического события. Вы вскоре станете настоящими воинами дороги, пацаны. Я так понял, ты уже давно путешествуешь? Если беззанудство и в двух словах, то я вырос в семье, где полном-полно денег. Но... Нет души. Я ушел из дома после школы. И ни разу не пожалел. Теперь я пишу статьи для журналов и сайтов. Записываю подкасты. Участвую в протестах. Пытаюсь изменить мир к лучшему. И все такое. Вау. То есть вся твоя жизнь... В политике? Шон, политика нынче везде. Ух ты. Вот это круто. Но ты не чувствуешь себя... Одиноким? Быть одному и быть одиноким — это разные вещи. Да. Ага. Ты, наверное, постоянно знакомишься с новыми людьми. О, да. Неизведанная сторона Америки. Что бы ни случилось, я подавляю в себе цинизм. Иначе... Я стану как моя родня. Ведь главное в жизни — помогать друг другу, верно? Да. Ты здорово помог нам. Спасибо тебе. Реально. Я смотрю, твой брат уже вырубился. Оу. Отлично. Он всегда быстро засыпает в машине. О, ты тоже прикорни. Я не обижусь. А ты как? Не уснешь за рулем? О, да. Обожаю. Ездить в такую пару. В ночных путешествиях есть какое-то... очарование. У нас есть собачка теперь. Круто. Ну, я надеюсь, что вот этот чувак реально нормальный. Хватит уже с меня психов всяких. Хватило. Северное побережье Орегона. Три часа спустя. Три часа спустя. Три часа спустя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А, он писает. Окей. А я думал, он о чем-то думает. Таким нехорошим. Типа, куда их отвезти, да? Нет, все-таки я буду считать, что он нормальный чувак. Чувак, погляди-ка. Орегон словно стоит на краю света. Эй, послушай. Я знаю, что произошло с вами в Сиэтли. Если хочешь поговорить об этом, я умею слушать. Я не настаиваю тебе решать. Я... Я даже не понял, что случилось. Это произошло так быстро. Это все копы. Все из-за них. Даниэль просто хотел поиграть в зомби на улице. Наш сраный сосед до него докопался. А я полез в драку. Папа пришел мне на помощь и... Кто-то вызвал копов. Они его застрелили. Они убили моего папу прямо у меня на глазах. В одно мгновение папа стоял рядом. А потом... Потом... Сраные копы. Эй, все наладится, чувак. Вдохни поглубже. Послушай, мне очень-очень жаль, что с вами такое случилось. Наш мир несправедлив. И ты на своем опыте опознал эту горькую правду. Но у тебя все наладится, Шон. Как? Вот бы вернуть обратно в наш город. Пусть он такой же унылый, как этот. А зато там мои друзья. Семья. Дом. Я вечно жаловался на свою жизнь. А теперь у меня... Ничего нет. Как ни крути, все это в прошлом. Оглядываться уже поздно. А еще... Вы помогаете друг другу. И вам нужно идти вперед. Но зачем? Может, ты этого еще не понял, но... Ты самое дорогое, что есть у твоего брата. И наоборот. Он нуждается в тебе. А ты в нем? Я так понял, он еще не знает, что произошло. Шон. Рано или поздно... Тебе придется ему все рассказать. Знаю. Нужно выбирать подходящий момент. Поверь мне. Чем скорее ты разберешься с этим, тем лучше. Ага. Я сделаю это при первой же возможности. Вот только... Это будет непросто. Так какой у вас план? Куда вы отправитесь? Хороший вопрос. Я думал... Может, убраться из этой страны? К черту. Поехать в Мексику. Черт. А мне еще казалось, что я далеко езжу. Наверное, это безумие, но... Может, есть смысл уехать дальше, пока не попадем в Мексику? Если ты уверен, что это правильный путь, значит, да. Именно так вы должны поступить. У вас там родни? Нет. У нас нет родни даже в Штатах. Кроме бабки и деда, которых мы уже давно не видели. А как насчет вашей мамы? Нет. Только не это. Ее... Для нас не существует. Хотя папа... Он часто говорил про этот прибрежный городок, в котором у него земельный участок. Пауэрталобус. Прикольное название. Думаю, там круто. Окей. Вам предстоит долгий путь. Мы уже с тобой долго тут лясоточим. Пора ехать дальше. Аркадия Бэй? Велкам ту Аркадия Бэй. Я высажу вас в отеле. Через пару часов. Вам, ребята, нужно четко отдохнуть. Это была Аркадия Бэй, кстати. Прикольно. Видимо, мы въезжаем в Аркадию Бэй. А может быть, мы встретим здесь Максим Колфилд? Так, два часа спустя. Так, грибочек. Сначала беги за мной. Потом за Шоном. Эм, нет. Нет. Давай. Попробуй меня поймать. Какое милое умиротворяющее место, друзья. Берег. Побережье, да? Прикольно. Так что, у меня что-нибудь новенькое появилось? Новые записи. О, много-много-много медведей. Это чувак. Хе-хе. Я его успел зарисовать. Привет, реальный мир. Возможно, если бы я ничего вообще не своровал, меня бы никто там и не похитил, да? Я все лишь одну безделушку взял. О, злой медведь. Зубастый. Твою мать. Чокнутый расист начал корчить из себя шерифа и запер меня в этой дыре. Даниэль спас меня. Смелый пацан. Че за нех? Случилось потом землетрясение? Да, кстати, помните этот взрыв, да? Так вот, возможно, эта сила, которая в начале игры и копа еще тоже откинула, возможно, даже убила, помните, да? Возможно, это сделал не старший брат, а младший. Сила-то у него появилась. Когда он видит какую-то опасность или какой-то эмоциональный вот накал, у него эта сила высвобождается и ударяется от какого-то человека конкретного, виновника, обидчика. И вот досталось этому Хэнку, который нас запер, да? Это магазинчик. Да, скорее всего, сила у Мелкого. Его блог? Племя по имени Запад. Чувствую себя в безопасности впервые после Сиэтла. Спасибо, Броди. Еще мы подобрали странного грибочка по пути. Наверное, зря, но... Даниэль зато снова смеется. Эта собачка приносит ему радость. И я ему до сих пор ничего не сказал, кстати. Вот как сказать младшему брату о том, что у нас больше нет дома и... Нету папы. Так. Повертолобус. Действительно, очень прикольное название. Так. Так, по телефону что-нибудь новенькое... А! Батарея грохнулась. И мне даже нечем подзарядить телефон. Ну, негде. Да. А замки из песка, они долговечны. А, Броди-то здесь? Нам повезло, что Броди помог. Если бы не он. Ну, ты хороший парень. Да, он снова себя ведет как ребенок. Может быть... Сказать ему правду? Поиграем с собачкой. Тоже. Эй! Давай поиграем щенкову палку, покидаем. Правда? Ура! Дай мне попробовать, ладно? Ну... Хорошо. Ну, я следующий. Ну-ка, щеночек. Лови. Опа. Давай, грибочек. Апорт. О, это работает. Черт. По-моему, я кидал ближе. Хорошая девочка. Оу. Где ты это нашла? Что там? Медальон? Ты убила акулу? Смертоносный грибочек. Так, подожди, я новый сувенирчик нашел? Погоди минутку, эта движуха, это случайно не висела у Хлои? По-моему, у Хлои что-то подобное было. Какой-то такой подобный брелок или весюличка, да? Может, это опять? Вот сувенирчка. Хотя, не факт. Я уже почти все открыл. Осталось только вот на берегу найти что-то. Какую-то нашивку. Давайте мы вот... Да, поменяем. Акулий. Брелочек, пусть повисит. Аркадия Бэй. Нашивка... Заместо медведя, давайте. Значок анархии. Держи, Даниэль, теперь твоя очередь. Так, смотри, как быстро она принесет палку. Ну, давай. Только не кидай далеко. Не буду, клянусь. То есть, обещаю. Так, давай, грибочек, ну же. Смотри, палка. Давай, грибочек, неси палку. Я гляжу, они уже подружились. Здорово видеть его в таком состоянии. Вот, я снял для вас комнату. Серьезно? Я... Да ладно, всего лишь комната. Слушай, мне поначалу тоже тяжко пришлось. И... Нашлись добрые люди, которые пришли мне на помощь. Спасибо. Теперь моя очередь. Помогать кому-то. У вас комната номер 10. На втором этаже. Слушай, не хочу тебя пугать, но... Теперь вам нужно быть еще осторожнее. Я знаю, что проще сказать, чем сделать, но... Тебе лучше выбросить эту мобилу. Да? Так, если понадобится, купишь какую-нибудь другую? Серьезно. Шон и еще. Поговори с Даниэлем. Он должен узнать. Броди? Ты что, уезжаешь? Да? Да, уезжаю, но сперва... Санта Броди подарит вам кое-что на прощание. Вуаля! В смысле, хо-хо-хоу. Даже не вздумай спорить. Бери. Я просто оставлю это здесь. Ладно. Твоя взяла. Спасибо, Броди. Что у него там, палатка? Или рюкзак? Новый, да? О, теперь могу больше ночевок и брелков вешать. Удобная штука. Вот. Теперь это твое. Как всегда. Погоди. Я про тебя не забыл. Она у меня еще самой первой поездки. Всегда приносила мне удачу. Теперь она твоя. Круто. Ты не против, если она будет ее носить? Как настоящая стражевая собака? Конечно. Это ж теперь твоя бандана. Так. Ладно, мне снова пора в путь. Эй, не грустите. Можете связаться со мной через мой блог. Племя по имени Запад. В общем, держите меня в курсе по возможности. Ладно? Обязательно. Еще раз спасибо, Броди. Обнимемся. Обнимашки. Жаль, что ты не можешь остаться с нами. Мне тоже, чувак. Извиняйте, я, наверное, по дороге придумаю более подходящее прощание. Но пока... Удачи, пацаны. Я буду скучать по нему. Я тоже. Ладно. Пора на боковую. Что нас ждет в этом отеле? Надеюсь, здесь все нормально. Не бойся, грибочки. Я рядом. Реально, надеюсь, здесь маньяков нет поблизости, да? Так, новый предмет. Что это? Письмо Броди? А он положил беспалевно письмо в наш рюкзак. Шон, я гораздо лучше выражаю мысли на бумаге, чем слух, поэтому пишу тебе это письмо. Пока вы с Даниэлем спите в машине. Прости, что не могу взять вас с собой дальше, но тому есть веская причина. Какой бы проблемой проблемной ни была семья, это все-таки семья. Когда мы встретились, я ехал в Юту, где моя мама ведет безнадежную борьбу с раком. Я должен был быть рядом с ней. Я ставил вам немного денег в рюкзаке, который хочу тебе отдать. Это вся наличка, что у меня есть при себе. Но вам, Анна, сейчас куда нужнее. Я правильно выбрал цель. Доверяй своему чутью, но прошу тебя, будь осторожен и защищай своего брата любой ценой. Когда ты расскажешь ему правду о том, что случилось в Сиэтле, ты поймешь, что общая боль всегда сближает людей. Добравшись до Мексики, не привлекайте к себе внимания, пока не найдете тех, на кого можете положиться. В любом случае, мне кажется, что вам будет гораздо безопаснее, чем здесь, там. Пытаться оправдать свое имя, когда тебя обвиняют в убийстве копа, гнилая затея в наши дни. Жаль, что мы с вами встретились в таких обстоятельствах, но я рад, что смог помочь вам по мере сил. Берегите себя. Подпись Броди. Да. Ну, классный чувак, да? Хорошо, что мы с ним поладили. Так, телефон говорит, выброси, да? Ну, по телефону, типа, нас могут найти. Причем на изи. Окей. Так. Похоже, управляющий уже спит. Значит, к нам никто не прикопается, да? Хорошо, жалко, что фонарика нет. Как думаешь, там есть Нетфликс? Или джакузи? Чувак, это мотель. А, не, Айрон, что там. Если повезет, там будут кабельные ТВ и горячий душ. Так. А что-нибудь я могу здесь исследовать? Вот есть велик, например, тыковка. Очередная. Так. А, я могу дальше пройти? Ну да, уже поздно. Нечего, блин, шататься здесь посреди ночи. Так. Я не могу, я не могу. Я должен все изучить. Поисследовать вдруг где-то что-то. Нет, ну здесь темно, да, действительно. Это глупо. Ходить здесь искать какие-то всякие брелки, это... Дело неблагодарное. Да, все легли так, что потише, чувак. Десятый говорит номер. Наш, на втором этаже. Я сплачу, дети. Такой типичный, знаете, типичный мотель. Американский, да? Пройтишь ты здесь? А, здесь. Да, номер 10. Ты гений, Шерлок. Зацени-ка. Тут даже есть ванная. Отлично. Я окуну тебя в нее, пещерный мальчик. И мы можем посмотреть телек. Тут даже есть балкон. Ух ты. Как-то здорово. И тепло. Оу, какая мягкая кровать. А ну-ка это? Неплохо. Но далековато от телека. Можно я займу эту, перед телеком? Да? Разыграем ее в камень-нужница-бумага? О, ты меня никогда не победишь. Но... Готов? Я уже настроился на победу. Так. Ножницы. Оу. Блин. Я же говорил. Давай еще раз. Один раунд. Давай. Давай. Конечно. Тебе виднее. Так, теперь камень давайте сделаем. Черт. Я победил. Кровать моя. Я знал, что обыграю тебя. А я знал, что ты будешь хвастаться. Не злись. Я победил честно. Да, согласен. Сдаюсь. Так. Пойду налью для нас ванну. Мы оба воняем. Особенно ты. Свинюшка. Я бы корову мыщала, пещерный мальчик. Я позову тебя, как будет готово. Я буду здесь. Ну, разумеется, будешь. Так, хот-дог-мэны. А, это мультик. А про это сделать потише? Чуть-чуть потише сделай, чувак. Ладно, ладно. Так. Наконец-то я телефон подзаряжаю. Записочка? А, ну это, которую я находил, да? То, что я уже прочитал. Так, карточка. Сюда мы уже не вернемся. Зато здесь есть... Бесплатный Wi-Fi. И бесплатный лед. Мотель Третью Лени. Так. Эх. Был бы тут сейчас Броди. Ну, я же все, по-моему, прочитал, да? Тут еще... В каждой точке, где мы останавливались... Здесь можно посмотреть все найденные нами... Разные проспектики, всякие плакатики, да? Фотки. Картинки и прочее. Песочный замок. Пока здесь только две найденные картинки. Так, что, шкафчики есть? Пустота? О, учелки есть. Да, я как-то пытался погладить свою рубашку. Буйся гнева. А чего там? А, гневые энергии медведей. Карточка? Дешевый сувенир. Из дешевого отпуска. Окей. Ну, давайте возьмем. Почему бы и нет? Сувенирчик. Что я здесь был? Галстук? Подожди, а что за сувенирчик? А, смотрите, вот он. А я думал, это мы и нарисуем. Окей, видимо, я уже все нашел. Осталась у меня последняя вот эта нашивка. Ну, там рыба плещется, да? То есть нашивка, связанная либо с рыбой, либо с рыбалкой, либо еще с чем-то подобным, да? Совок для мусора. Так, подметать ковер, да, это глупо. Я сюда не для этого пришел, чтобы подметать ковры. Можно выйти наружу? Броди дал нам немножко бабла, так что можно завтра сесть на автобус, и он увезет нас на юг. Ага, прям завтра пойдем в поход, конечно. По приколу. Нам не хватило этих недель скитания в лесу. Нам еще поход необходим, да? Для полного счастья. Да. Ну, этот Хэллоуин нахер. Пойти туда и забыть обо всем, что случилось. Какая-то... Какой-то... Замок роботов? Самая большая коллекция роботов в Орегоне. Хм, неплохо. Можно посидеть на стульчике. Кстати говоря. Обувь Даниэля. Да, есть вещи, которые не меняются никогда. Например, то, что она разбрасывает обувь, да, или ходит по дому в ней. Хотя я тоже в ней хожу. Можно посмотреть телек вместе. Хм. А где Даниэль взял эту игрушку? Что это за штука? Это из машины Броди. Он тебе ее подарил? Эээ... Ну... Типа... Ты ее украл? Ну, просто... Она была такая классная. Ты ведь тоже украл вещи, вот я и подумал. Фак, вот я про это и говорил. Не нужно было красть ничего. Хотя я-то крал, по идее, один раз и беспалевно это делал, да? Но вообще это, конечно... Вот, вот вам, друзья. Вот и последствия наших выборов. Мы что-то там украли, и вот теперь он говорит, что, ну, типа, я же тоже украл, да? И мне теперь можно красть. Нет, чувак. Воровать это плохо. Мы это делаем только в крайних случаях. Ясно? К тому же, Броди нам круто помог. Если воровать плохо... Зачем ты тогда это делал? Эй, у нас не было выбора. В этом разница. Я не хочу, чтобы ты воровал вещи, понял? Да. Хорошо. Хотя, с другой стороны... А с другой стороны, у нас появился предмет. Если бы я не воровал, то... Даниэль бы... Не умыкнул эту статуэтку. Да, я бы еще ходил с этим рюкзаком, но... Броди, подарил мне новый. Сволочь такая большая, да? Вот там Библия есть. Чистые полотенца есть. Ну, стандартный такой... Прием гостей. Сервис, да? Чистые полотенчики. Черт. Я бы мог такое нарисовать. Даже лучше. Наверное. Я уверен. Чистые полотенчики. Что еще можно сделать? Можно посидеть, по идее. И порисовать. Рисование лучше способ успокоиться, привести... Привести мысли в порядок. Что мне нарисовать? Стену? Нет, я хочу нарисовать моего брата. Собачки. Окей. Сейчас проверим, как это работает. Так. Теперь детали. Нет? Как же трудно, да. С этими ракурсами вообще невозможно. Так, что там? Еще не все? Окей. Теперь более четкие контуры и детали. Во, другое дело. Пошел процесс, друзья. Ну, теперь, видимо, заднюю часть. Ну, как, бэкграунд. Нет, у чувака явно талант. Нет, у чувака явно талант. Главное, чтобы он его развивал. Даже не верится, что я рисую в Даниэле, а не ору каждые две секунды, чтобы он сидел смирно. Да. Так, симпатично. Но можно добавить еще больше деталей. Так. Вот хорошая память, да? Лучше, чем любая фотка. Я надеюсь, что я не помню слишком много с их пропорционами. Он такой тихий, когда смотрит ящик. Вот и хорошо. Так, пойди, я могу еще выйти, да? Он засыпает. А, ты про песика? Можно ведь пойди смотреть телек вместе? Ну? Че тут у тебя? Булки хотят поймать хот-дог-мена и раскрошить его в фарш. Точно. А в следующей серии будет нападение гигантской фрикадельки? Ага. А еще они встретятся с моим мэром. Блин, как же давно это было. Почему ты больше не смотришь со мной хот-дог-мена? Я слишком стар, чувак. Я его уже смотрел тысячу раз. Ну ладно. Дедуля Шон. Так здорово просто сидеть и смотреть телек. Точнее. Какая милая картина. Два брата и милый пёси. Он теперь член нашей банды. Теперь нас не двое всего, да? Путешественников не двое. Пощекотать. А трое. Так, на тебя напал дедуля Шон. Хорош. В следующий раз я научу тебя уважать старика. Ладно. Самое интересное пропустишь. Знаю, знаю, но... Надо наполнить ванну. Так, тебе скоро купаться, не забывай. Так. А еще я не был здесь. Можно... Подумать о смысле бытия. Бегунам курить не положено. Да. Хотя теперь уже пофиг, но я все равно не буду этого делать. Тут красиво. Но мне все равно. Пуэрто Лобос в Мексике. Доберемся ли мы в такую даль? С Элами и невредимыми? Как мы попадем туда без денег? Даниэль до сих пор не знает, что случилось. Черт, как же мне ему рассказать? Нам с Даниэлем нужно... Решать проблемы по мере поступления. Да, вот хорошо так. Так, постоять. Но пора. Наполнять ванну, конечно. Ммм, карта есть. Так, жаль, нет GPS. Конечно. Но, по крайней мере, понятно, что мы идем на юг. Правила мотели. Не переживай, сегодня костер разводить мы не будем, да? Так, несовершеннолетние должны быть сопровождение... А-а-а-а, нифига себе. То есть мы не имеем права здесь быть. Если они узнают, что здесь два ребенка, по сути, одному 16 лет, второму 9, то у меня будут проблемы. Курение запрещено. Громкие шумы запрещены. Но я убавил телек. Приготовление пищи и использование горючих материалов запрещено. Время расчета в 11 часиков. Но он же снял по идее номер, значит, он уже рассчитался по идее. Мы не несем ответственности за пропавшие вещи. Так. Так, наливаем. О, Шон. В моем рюкзаке презик. Бег. Эй. Не трожь. Пора вернуться в детство. Добавить пенку для ванны. Давайте. Это мило будет. По-любому. Даниэлю понравится. Сто пудов. Главное, видимо, не проворонить, да? Ну вот, а пока еще не набралась. Мои волосы словно заросли грязью. Нужно принять душ после Даниэля. Чувак. Херова ты выглядишь. Ну давайте умоемся. Чистота. Залог здоровья, да? Как говорил известный персонаж. Так, ну по идее готово, да? Самая восхитительная ванна. Эй, Даниэль. Ванна налилась. Что? Уже? Можно досмотрю эту серию? Не, чувак. Слишком уж ты воняешь. Тебе срочно нужно в ванну. Эй. Ты сам тоже воняешь? О боже. Вау. Сколько пены. Постарайся не расплескать. Ладно, обещаю, спасибо. И нет, собака с тобой купаться не будет. Ладно, ладно. Не волнуйся. Так, надо выкинуть мобилы, пока Даниэль моется, да? Он психанет, если увидит. Так, все-таки мы будем это делать. Так. Благо цивилизации, прощайте. О, черт. Так, Лайла паникает. Может, не стоит ее впутывать? Иначе у нее тоже будут проблемы. Перезвонить или не звонить? Блин. Ну, не знаю, друзья. Я позвоню, и по-любому они копы меня найдут по этому звонку. Они определят, что я звоню отсюда. Но, с другой стороны, она очень сильно переживает. Боже, вы же. Вот, с одной стороны, я понимаю, что... Я позвоню, и я поставлю себя под угрозу. Это вот... Сто пудово. С другой стороны... Она реально переживает? Может, как-нибудь потом... Или телефон-автомат, к примеру, позвонить? Или сейчас сделать это? Ладно, перезвоню. Будь что будет. Шоан? Привет, Лайла. Шоан, это ты? У тебя... Шоан. О, боже. Ты цел? Более-менее. Я... Я в мотеле. С Даниэлем. Черт. Тебя тут все ищут. Черт. Я ничего не делал. Знаю. Боже, что за дурдом. Копы поголовно просили всех одноклассников. Это какой-то кошмар. Полная жопа. Шоан, не говори так. Все будет хорошо. Я так по тебе соскучилась. Может, ты вернешься? Я бы очень хотел, но... Это для нас слишком опасно. Они отправят меня в колонию. А Даниэля... Херня все это. Ты не виновен. Я буду помогать тебе. Что бы ни случилось. Нет. Я не позволю тебе рисковать из-за меня. Ты так говоришь, будто я больше никогда тебя не увижу. Что за херня? Прости. Мне самому тошно. Боюсь. Отряд крутых бойцов придется пока распустить. Похоже, жизни правда меняются. Итак. Куда вы направляетесь? Мы просто... Решили уехать. На какое-то время. Я звякну, как будет возможность. Я буду по тебе скучать. Погоди, Шон. Ну, хрен его знаю, друзья. Ну, как-то вот... Легче мне не стало. От этого звонка немнений нашим героям. Мотор. Погоди. Мотор. Мотор. Погоди. Мотор. Мотор. Что-то, правда? Мне в детстве такое никто не дарил. Мне смешно. Очень даже Чувак, видел бы ты себя сейчас Стоп, а что это? Смотри Там еще что-то есть Что там? Давай помогу, Даниэль Это явно больше, чем трусы О, что? Не может быть Даже не верится Новый плейбокс? Спасибо, Санта Хей, на меня не смотри Ты хорошо себя вел, да, в этом году? Да уж Везунчик Даниэль Это твой подарок для всей семьи, договорились? Придется тебе делиться Со мной Я хочу сыграть в ту игру, где ты выгоняешь машины А за тобой в погоню пускаются копы Пап, ты херово играешь Правда, что ли, бегун? Я в старших классах был чемпионом по вышибалам Пригнись к... Так, в общем, друзья, это Видимо, наши воспоминания, да, о прошлом? Одному из братьев подарили им игровую приставку Это было реально весело Семейное счастье, которого у нас больше нет Прощай, прошлый Так Отбрось лишние мысли Нужно сказать Даниэлю правду Че за дела, чувак? Помнишь эту песню? Давай, потанцуем Черт, ну давай Сначала потанцуем, потом Так, ты лучший типа гитарист, да? А я лучший танцор, по-любому Черт, ну давай Всё, чувак. А теперь нужно поговорить. Даниэль. Подойди сюда. Нужно поговорить. Можешь сначала попить? Я пить хочу. Прямо сейчас ты обещал мне колу. Или ещё что-нибудь. Ладно, принесу тебе газировку. Но когда я вернусь, у нас будет разговор. Серьёзный. Ладно. А что такое? Так. Так-так-так-так, подожди, а где там... Деньги-то у меня есть, да, по-любому? Деньги есть, а вот... Где торговый автомат. А, вот он, боже. Я же покупал газировку. У меня в рюкзаке я же была. По-любому. Папа? Даниэль? Чёрт. Там сейчас по телеку, да, что-то? По новостям. Вау. О, боже. Даниэль! Что происходит? Даниэль, успокойся. Ты соврал. Папа. Наш папа умер. Да. Почему? Даниэль, остынь. Прошу, давай поговорим. Ты знал, что папа умер. Ты знал. Почему? Почему ты соврал мне? Я просто хотел защитить тебя, пока мог. Дощитить меня от чего? От себя? Даниэль, я ненавижу тебя. Ты мне не брат. Не говори так. Я знаю, что он наломал дров. Но мы с тобой это переживём. Не трожь меня. Даниэль, прошу тебя. Всё хорошо. Я хочу к папе. Я тоже. Ты говорил, что мы встретимся с папой. Прости меня. Я просто... Больше не в Риме. Никогда. Клянусь. Что никогда больше не буду тебе лгать. Честно. Шон, я серьёзный. Я знаю. Я тоже, Даниэль. Что же нам теперь без него делать? Всё. Образуется. Всё будет хорошо. Ну вот он и узнал. Опять же, доли секунды не хватило, чтобы ему рассказать заранее. И как обычно, как я и догадывался, узнал из новостей. Обидно. Шон, кто я? Чудовище? С тобой всё в порядке. Ты просто... Особенный. Ладно. И что мы теперь будем делать? Что мы теперь будем делать? Я подумал, что мы можем поехать в Пауэр-Тэ-Лобос. Туда, где папа вырос. Да. Ага. Я тоже так думаю. Всё образуется, Даниэль. Нам что угодно по плечу. Когда мы вместе. Расскажешь мне историю? Как он рассказывал? Я не такой крутой рассказчик. Папа и мне рассказывал сказки на ночь. Давным-давно в диком... диком краю два братца-волка жили в лесном логове вместе с папой. Они жили мирно и счастливо. Охотники не отняли у них папу. Навсегда. Братья остались одни. Им пришлось искать новый дом. Они отправились в путешествие по огромному лесу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует, друзья. Итак, первый эпизод мы с вами прошли. Эпизод первой дороги. Ну что, сейчас мы еще посмотрим, кто там что выбирал. Там разные выборы есть в менюшке. Можно посмотреть. Обычно это менюшка открыта после основного прохождения. Ну что я могу сказать. Мне понравилось. Есть интрига. Мне хочется узнать, что будет дальше. Надеюсь, вам тоже понравилось. Пишите, что вы думаете в комменты. И, конечно же, поддержите мое видео. Ну-ка, допустим, давайте выйти. А, здесь есть. Вот, выборы. Вы отдали шок и хруст. Смотрите. Меньше всех отдавали шоколадку мелкому Даниэлю. Вы сказали правду. Батя? Ну уж, типа, набухло. Деньги нужны, поэтому он дал нам больше. Вы обняли. Батя тоже больше всех выбрал. Вы не взяли деньги из банки. Тоже хорошо. Вы ответили Бретту. Хорошо. Вы решили совершить кражу. И так сделала 55%. Вы не выпрашивали еду. Вы украли товары. Вот пока Даниэль... А, еще можно было Даниэлем отвлечь. Но вообще, по идее... Он ее и отвлекал... А, нет, подожди. Он ее не отвлекал. Она просто читала там кроссворды, разгадывала. И я в это время что-то украл. Хм. Вы ударили Хэнка и украли походное снаряжение. Я мог это сделать. Но в итоге... Не стал. Также я перезвонил Лайле. И так сделал еще 66%. Вы пообещали Даниэлю больше не лгать. Ему. Теперь все, что связано, видимо, с ним, да? Даниэль узнал про путеводные метки. Даниэль не упал. А, так там еще можно было упасть и испачкаться, да? Где-то. Даниэль собрал дрова для костра. А он там еще мог крепость построить. Ничего себе. Я об этом даже не знал. Даниэль проиграл в поиске дров на время. Я вообще не думал, что там реально нужно было на время все делать. У меня меньше всех, ну, процент... Меньше всех, как и у других игроков. Ну, я меньше получил. Меньший выбор. Даниэль научился пускать блинчики. Не разозлился. Хорошо. Даниэль отравился ягодой. Больше всего все, ну, типа, спал крепко ночью. Больше всего все так сделали. А я, опять же, выбрал меньшинство. Ну, точнее, у меня получилось решение меньше, чем все остальные. В процентном соотношении он отравился. Плохо. Даниэлю не пришлось попрошайничать. Тоже хорошо. Нормально питался. Но тоже хорошо. О, Даниэль добыл. Вот это классное решение, видите? Всего 19%, но я рад, что я все-таки выиграл, добыл энергию медведя. Даниэль украл вещь у броди. Ну вот и все. Финал первого эпизода. О, что-то после титров. Так, давай. Фокус. Сосредоточься. Ух ты, зима. Ладно. Поверь мне. Ты сможешь. Мы, видимо, учимся контролировать силу, да? А, это такая замануха, намек. То, что нас будет ждать во втором эпизоде наших прохождений. Ну все, друзья. Я прошел. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальчики вверх, поддержите мое прохождение. И непременно вступайте в группу ВКонтакте. Мне нужна ваша поддержка. Жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И не забывайте смотреть мои другие прохождения. Всем здоровья, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok